Добрый день, уважаемые родители! И сегодня мы продолжаем разговор о витаминах. Я надеюсь, что та информация, которую вы получили, не оставит вас равнодушными, с одной стороны, а с другой стороны окажется очень полезной. И вы получите ответы на те вопросы, которые обсуждаются в наших сетях, обсуждаются в различных социальных группах. И иной раз читаешь и слушаешь такие совсем неправильные, несоответствующие рекомендации, которые могут привести только к ухудшению состояния вашего ребенка и неправильному использованию тех или иных пищевых продуктов и тех или иных медикаментозных препаратов. Сегодня мы с вами поговорим о другой группе витаминов, о жирорастворимых витаминах, в которых входят, я уже вам называл, витамин А, витамин Д, витамин Е и витамин К. Жирорастворимые витамины – это особая группа витаминов, они растворяются в жирных кислотах. Жирные кислоты – это продукты расщепления в 12-перстной кишке жиров на глицерин и жирные кислоты. И вот жирные кислоты, растворяя витамины вот этой группы, они несут их в клетки печени. И там, в этих клетках, жирорастворимые витамины, они депонируются, они там хранятся. И если в организме чувствуется нехватка жирорастворимых витаминов, то из печени они туда вбрасываются. Поэтому здесь будьте осторожны и будьте внимательны при использовании этих витаминов, потому что, в отличие от первой группы, мы с вами практически не говорили о передозировке водорастворимых витаминов, потому что передозировка, она практически не бывает в той группе водорастворимых витаминов. Избыток выводится с водой в растворенном виде через почки. А вот жирорастворимые витамины, они не выводятся. Они депонируются, они скапливаются. И если их слишком много, то они обладают высоко токсичным действием, прежде всего на клетки печени и потом на клетки всего организма. Итак, переходим к разбору каждого витамина. И первой из этих витаминов мы поговорим о витамине А или ретиноле. Ретинол – это его аптечное название. Витамин А в готовом виде он поступает частично в организм. Содержится в продуктах животного происхождения печени, масле сливочном, в куриных яйцах, в сметане, то есть в продуктах достаточно жирных. Многие растительные вещества, многие растительные продукты содержат его предшественник, как бы предка витамина А, который называется каротин. Дело все в том, что в организме при определенных условиях каротин в процессе деятельности клеток превращается в ретинол. То есть витамин А можно поставлять в организм в готовом виде, а можно поставлять его через каротин, и в дальнейшем при благоприятных условиях из него образуется, еще раз повторяю, витамин А. Какие же растительные продукты содержат каротин? Ну, это продукты такого, да, имеющие желто-оранжевый, красный цвет, морковь, помидоры, сладкий перец, зеленый лук, шиповник, облепиха, абрикосы, или курага, соответственно, тыква. Вот эти продукты, они содержат каротин. Вот, будьте внимательны, не витамин А, а каротин. Еще нужно определенное условие, чтобы из этого каротина образовался ретинол или витамин А. Поэтому, как бы, да, нельзя полностью полагаться на препарации, на продукты, содержащие каротин. Итак, потребность витамина А в сутки для взрослого человека это тысяча микрограмм. И вот здесь будьте внимательны, потому что, еще раз напоминаю, что очень опасно для организма, иногда даже более опасно, чем недостаток, это передозировка. Поэтому, когда вы даете такие там добавки, очень модно на сегодня, там, омега-3, омега-6 и так далее, и так далее, все надо пересчитывать дозу и надо смотреть содержание витамина А в том или ином продукте, который потребляет ваш ребенок и, соответственно, в том или ином препарате. Поэтому, такие вещи, как омега, любая, ребежир, вот, будьте очень внимательны и осторожны в лихом таком, вот, бесконтрольном назначении этих добавок. Потому что вы ведете к, приведете к поражению печени и, в общем, к очень серьезному заболеванию при передозировке. При недостатке витамина А в организме человека возникает заболевание, связанное с снижением иммунных свойств организма, то есть защитных свойств, и, прежде всего, защитных свойств кожи. Появляются различные воспалительные заболевания кожи. Фурункулы, инфекционные какие-то повреждения, панарицы. Кроме того, снижается острота зрения, особенно сумеречное зрение. Ребенок или человек становится плохо, различает предметы сумраки, в темноте, да, возникает такое вот заболевание, похожее на так называемую куриную слепоту. Кроме того, при недостатке витамина А возникает склонность к заболеваниям системы дыхания, а именно простудные заболевания, респираторные заболевания, бронхиты, и заболевания мочевыводящих путей, особенно воспалительные, пелонефрицы, циститы, заболевания почек и мочевого пузыря. А вот гипервитаминоз или передозировка витамина А, она проявляется токсичной реакцией, головная боль, бессонница, зуд, и другие заболевания похожи на какую-то общую интоксикацию. Учтите, что тепловая обработка практически не изменяет концентрацию витамина А в продуктах. Поэтому, ну вот еще один момент очень интересный для кулинаров. Количество витамина А, его усвояемость резко увеличивается, если вы кулинарным образом сочетаете приготовление продуктов, содержащих витамина А и жиры, ну, например, так скажем, да, овощное блюдо, тощите в сметане. Вот здесь резко, ну и там есть варианты, я не буду сейчас углубляться в кулинарные дебаты, вот, но такое сочетание резко повышает усвояемость витамина А. Поэтому имейте это в виду и используйте это вот в своих кулинарных рецептах, особенно если вы готовите продукты для ребенка. Следующий витамин, о котором мы поговорим сегодня, это витамин Д или кальциферолы. Их несколько, несколько форм. Они представлены в виде двух форм в организме человека, в виде витамина Д2, это эрго кальциферол, и витамин Д3, или холекальциферол. Оба эти вещества в организме, они превращаются в активную форму витамина Д, ну и, соответственно, оказывают влияние на организм человека. Биологическая роль витамина Д в организме человека, это обмен кальция, стимулирует усвоение кальция и отложение его в костях. То есть, грубо говоря, витамин Д укрепляет кости, вот, особенно это актуально в период роста, активного роста организма ременка, потому что вот это основной момент, способствующий к росту и укреплению его костей. Дозировка суточная для взрослого витамина Д равна 100 международных единиц. Всегда на упаковке или на коробочке препарата, содержащего витамин Д, ставится доза в капле или в таблетке витамина Д, и она идет в международных единицах. Так вот, еще раз повторяю, суточная потребность витамина Д для взрослого человека 1000 международных, извините, пожалуйста, 100 международных единиц. Еще раз повторяю, 100 международных единиц в сутки это суточная потребность витамина Д для взрослого человека. Большое содержание витамина D, ну максимальное содержание витамина D среди продуктов это яйца, икра, рыб, печень морских рыб, в частности печень трески и жире, получаемый из этих продуктов. Еще раз напоминаю, что рыбий жир это не продукт питания, это добавка, поэтому даете рыбий жир, добавляете только при нехватке витамина D, ни в коем случае не надо использовать эти продукты, я имею ввиду рыбий жир, омега и прочие жиры морских животных, морские рыбы и животных, как профилактика. Нельзя этого делать, вы получите передозировку и токсическую реакцию, только для лечения, понятно я надеюсь, да, все меня услышали, только для лечения недостаточности витамина D, для профилактики не применяется, не ломайте печень вашему ребенку. Ну, нехватка витамина D чаще всего проявляется у детей раннего возраста по каким-то причинам, особенно при моменте максимального роста, и у беременных женщин. Ну и кроме того, надо иметь ввиду активность солнечных лучей, то есть в зимнее время года нехватка витамина D проявляется больше, чем летом, потому что солнечные лучи стимулируют образование витамина D из вот витамина D2 продукта и D3. Да, вот из этих форм витамин D, собственно, витамин D, который откладывается в костях, он стимулируется под воздействием солнечных лучей. Поэтому будьте внимательными к назначению витамина D. При передозировке мы имеем, опять же, токсическое состояние, которое сопровождается очень резкой интоксикацией организма с головными болями, с слабостью, с головокружением, с изменением, с нарушением деятельности сердечно-сосудистой системы, ну и отложением кальция в таких органах, как почки, желчный пузырь, кости, сосудах, мышцы сердца и так далее, и так далее. То есть вы понимаете, вы слышите, что проблемы, связанные с нарушением гиперкальциемии, состоянием повышенного содержания кальция, повышенное содержание витамина D, это плохо. Поэтому все должно быть вовремя. Итак, следующий витамин – это витамин Е или токоферол. Токоферол – его общественное, его название фармацевтическое такое общее. Витамин D является витамином, который осуществляет прежде всего обмен веществ и жировой обмен. Он участвует в образовании жизненно важных гормонов, жизненно важных веществ в организме человека, которые помогают клеткам осуществлять свои нормальные функции. И вот здесь будьте внимательны, передозировка. Очень модно стало употреблять витамин Е в большом количестве. А передозировка витамина Е всего-навсего влечет за собой разрушение эритроцитов. То есть фактически приводит организм в состояние анемии. Поэтому будьте внимательны. Потребность в витамине Е в среднем 15 международных единиц в сутки для взрослого человека. 15 международных единиц в сутки. Основные источники витамина Е – это растительные масла. Причем выше гораздо нерафинированные растительные масла, значит, опять же, очень четкая дозировка применения растительных масел. Нельзя есть оливковое или подсолнечное масло ложками, ожидая, что это благоприятно скажется для здоровья. Не скажется. Загоните организм в состояние резкой анемии. Ну и, кроме того, токоферол или витамин Е содержится в яйце, куриным, в бобовых, а именно в горохе, фасоли, рыбах и молоке. Ну и последний витамин, на котором мы остановимся, он как бы не очень известен, но, тем не менее, это витамин К или филохиноны. Филохиноны. Ну, это название встречается крайне редко. Чаще всего его официальное название – витамин К. Он участвует в процессе свертывания крови, ускоряет свертывание крови, уменьшает проницаемость капилляров, вследствие чего снижается кровоточивость капилляров и сосудов. Потребность взрослого человека витамина К составляет 0,2-0,3 мг в сутки. 0,2-0,3 мг в сутки для взрослого человека. Больше всего витамина К в продуктах, в капусте, в овощах, в капусте цветной и белокочанной, в томате, в тыкве, в шпинате, в мясе и яйцах. Витамин К синтезируется флорой кишечника, поэтому в случае дисбактериоза кишечника есть опасность нехватки витамина К в организме. Кроме всего прочего, витамин К очень серьезно разрушается при применении антибиотиков и сульфаниламидных препаратов. Но опять же, передозировка витамина К, бывает, правда, крайне редко, она влечет за собой нарушение интоксикации, соответственно, да, опять же, все те клинические проявления интоксикации, о которых мы уже говорили. Поэтому не забывайте, что для системы крови витамин К необходим, особенно учитывайте это при формировании диеты своего ребенка. Итак, на этом наш экскурс по витаминам закончился. Если что-то вы не поняли, не услышали, хотите более подробно разобраться и поговорить, пожалуйста, мы всегда готовы ответить на наши вопросы. Обращайтесь, берегите своих детей, берегите себя и до новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok